Сегодня поговорим о понятии со смешным названием куки. При заходе на какой-то сайт у вас могут попросить разрешения использовать куки. Вы можете соглашаться или не соглашаться, но давайте разберемся, что это. Ну, чтобы выбор был осмыслен. Что такое, собственно, файл куки? Это просто текстовый файл, в который заносится информация о вашем взаимодействии с каким-то сайтом. Хранится он у вас на компьютере, чуть позже покажу где. Для каждого отдельного сайта своя отдельная запись, поэтому их и нужно принимать на каждом сайте. Запрос на принятие куки связан с тем, что они собирают о вас информацию. Сразу скажу, что не критическую, но сам факт обработки персональных данных регулируется в разных странах разными регламентами. Например, GTPR на территории Евросоюза. На самом деле, даже если окошко с запросом на принятие куки нет, почти все сайты используют куки. И проверить это можно вот здесь. Под иконкой замка в адресной строке. По-моему, во всех браузерах выглядит это примерно одинаково. Вот файлы cookies и здесь их аж целых восемь сайтов, которые их используют, то есть собирают о вас информацию. Звучит угрожающе, но, конечно же, через cookies за вами не следит скрытая камера и не восемь сайтов, а два. Просто здесь указываются все домены, в том числе третьего уровня. Формально куки используют кинопоиск, ну сам сайт, на котором вы находитесь, это так называемые внутренние куки, и Яндекс, это внешние или сторонние куки. Вот как, собственно, они выглядят. В зашифрованном виде тут записываются какие-то подробности о вашем поведении. Сам этот текстовый файл лежит в папке браузера и связан с этим конкретным браузером. То есть если говорить про Google Chrome, то у него файл cookies лежит в... Ну давайте лучше пойдем с другой стороны. Единственное, вам нужно включить отображение скрытых файлов, иначе не найдете. Значит вам нужны users, ваше имя, логин, далее appdata, ее как раз не отображают по умолчанию. Здесь local, google, chrome и default. И здесь, а у Chrome еще папка network. В принципе заходить вам сюда не надо, но просто чтобы вы понимали, как это выглядит физически. Как работают куки? Очень упрощенно браузер заходит на сайт, сайт просит разрешения внести информацию в cookies, то есть в этот файл. Браузер соглашается, дальше вы что-то делаете на сайте, например, самое частое авторизовываетесь, скажем в Facebook. Facebook вносит информацию об этом в cookies на вашем компьютере, присваивает вам условный ID. В следующий раз, когда вы заходите в Facebook, он проверяет ваш файл cookies, находит ID, сравнивает со своим. Если они совпадают, он понимает, что вы авторизованы и не просит вас заново вводить логин-пароль. Это очень грубо, но примерно так и есть. Файл cookies можно удалить, даже отсюда, кстати. В таком случае у вас летят все авторизации и вообще все сайты, на которые вы заходили, будут выглядеть, как будто вы заходите на них впервые. Видите, он предлагает сделать Chrome браузером по умолчанию. Он даже не помнит, что я уже отказывался. Кстати, я не знал, что это также хранится в cookies. Ну и после первого захода он вновь создаст файл cookies, то есть начнет собирать cookies заново. Значит, кроме настроек, cookies в адресной строке, сейчас я к ним еще вернусь, есть глобальные настройки cookies. Это в настройках браузера. В разных браузерах, в разных местах, но в целом ищите вкладку со словом приватность. Здесь есть собственно cookies, то есть cookies сайта, которые можно включить, отключить. Здесь это звучит как никогда и можно удалять при выходе, то есть всякий раз при закрытии браузера cookies будут удаляться. Тут же есть сторонние cookies, то есть в случае с кинопоиском это были cookies Яндекса, которые также можно включить и отключить. И здесь можно удалить cookies, то есть это то же самое, что удалить файл где-то в глубинах браузера. Отсюда это делать удобнее, поэтому я и говорил, что туда вам заходить в принципе не нужно. А также в Vivaldi еще ряде браузеров вы можете посмотреть, какие cookies собирают какие сайты, включая количество и конкретные имена. И здесь же их можно удалить, у каждого конкретного сайта. В случае, если вы используете не Vivaldi, удалить cookies конкретного сайта можно вот так. Но как только вы обновите страницу, cookies появятся вновь, поскольку они собираются всегда, пока вы не запретите этого делать. А запрещают их вот так. Это сторонние cookies. А это внутренние. Их мы тоже запретили и попали в нерешаемую ситуацию с Капчей. Пройти ее теперь невозможно, поскольку браузер попросту не записывает информацию о том, что Капчу вы прошли. Ему просто некуда ее записать. Так что cookies не только полезные, но зачастую и необходимы. Они не могут содержать вредоносные коды и вирусы, поскольку это просто текстовый файл. В принципе в cookie могут записываться имя, фамилия, email, еще какая-то информация о вас. Но если сайт использует https, а по-моему сейчас нет сайтов, которые его не используют, cookie достаточно безопасны в плане перехвата. А в случае, если вы пользуетесь чужим браузером, используйте приватные окна или режим инкогнито. В разных браузерах называется по-разному. Приватное окно удаляет все cookie после его закрытия. Но в принципе, если вам не нравится, что кто-то что-то знает о вашем поведении на каком-то сайте, можете отключить cookie, использовать приватные окна или отдельный браузер с отключенными cookie для каких-то сайтов, которые кажутся вам подозрительными. Надеюсь информация была для вас полезной. Для меня – да. Мне казалось, я знал, что такое cookie, но вот сейчас покопался и нашел для себя много нового и интересного. Все любите друг друга, теперь это просто жизненно необходимо и помните, в конечном итоге все будет хорошо. Это говорю вам я Вова Ломов и Теплица социальных технологий.